Я остановлюсь на четырех аспектах, которые мы считаем главными для того, чтобы повысить качество образования и по которым у нас в университете проводится довольно большая работа. Для координации работ по дистанционному образованию в рамках первой международной конференции, которая прошла на базе нашего университета, дистанционное образование, образовательная среда XX века, XXI века, был открыт Центр дистанционного обучения. Первый набор в 2002-2003 году составил 65 человек. В 2008 году уже по 7 специальностей у нас обучалось более 1000 студентов. В период 2002-2008 года, когда не было по сути дела нормативной базы, мы сами формировали вот эти стратегии обучения по дистанционной форме, была такая принята тактика, что на изучение каждого блока отводилось 1-4 семестр, не было деления по группам. И как таковые студенты знали те дисциплины, которые им необходимо было изучить, и объем знаний, которые надо было получить. Организация дистанционного обучения получила четкую регламентацию уже в законе о высшем образовании в 2008 году. В 2013 году ГУИР завершил выполнение НИР – научно-методической основы становления и развития дистанционной формы обучения в высших учебных заведениях Республики Беларусь. В результате этой НИР было разработано типовое решение по системам дистанционного обучения, которое может быть применено и рекомендуется нами для организации этой формы в других вузах. Особенности организации дистанционного обучения в ГУИР можно перечислить следующее. ДО создано как инновационная форма получения высшего образования, позволяющая студентам вместе с преподавателями строить свою образовательную траекторию за счет вариантности ЭОМКД – это электронно-учебный методический комплекс – и выбора последовательности их выполнения. Получать учебные материалы в электронном виде, с использованием сети интернет, проводить занятия посредством чатов, форум, телеконференций и другое. В настоящее время ГУИР располагает развитой инфраструктурой, в том числе видеоконференц-связи для реализации этой формы. У нас создана библиотека ЭОМКД, куда входит порядка 700 ЭОМКД по всем дисциплинам, которые преподаются в нашем университете. Особо необходимо отметить расширение этой системы на другие континенты. Так, в этом году мы плотно работаем с американскими студентами, то есть у нас на всякое время обучается их 12 человек, и этот контингент планируется расширить в октябре этого года. Дальнейшее развитие дистанционной формы обучения мы видим в следующем направлении – расширение перечня специальностей. Мы планируем все специальности IT-профиля перевести из заочной формы обучения в дистанционную. Открытие дистанционного обучения для интеграции, для организации интегрированной подготовки выпускников колледжей. Второе – это развитие с ДО Шаринг Пойнт совместно с компанией Белый Ти Софт для того, чтобы создать систему электронной деканаты. И регулярное повышение квалификации наших преподавателей для обучения всем последним новинкам в области дистанционного обучения. В 2014 году мы планируем переработать и утвердить в Министерстве образования новый вариант положения дистанционной формы, куда в качестве основных моментов предлагается включить первое – дистанционную текущую аттестацию, для иностранных студентов в первую очередь, разрешить университету устанавливать порядок и формы доступа к используемым информационным ресурсам для реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий. И третье – студентам этой формы разрешить свободу выбора, темпа обучения, номенклатуры и количество изучаемых в конкретном учебном году дисциплин. В 2012 году ГУИР приобрел соответствующую аппаратуру и развернул аппаратную видеоконференц-связь на базе продукта Cisco Telepresence. Система включает видеокадек с двумя камерами высокого разрешения, переносной видеокадек для протоколирования каких-то мероприятий вне аудитории и позволяет использовать высококачественный и разрабатывать высококачественный видеоконтент. Был создан центр видеоконференц-связи, который включает в том числе и видеоконференц-студии, которые имеют три рабочих зоны. Одна из них – это непосредственно для создания видеоконтента, то есть видеостудия, которая закрывается шторой, в принципе, изолируется от остального помещения, и можно производить запись высокого качества видеоконтента. В настоящее время системы программной и аппаратной ВКС у нас взаимоувязаны и интегрированы в СДО, то есть систему дистанционного обучения ГУИР. Облачные технологии, развитие облачных технологий у нас в университете. Ну, такая необходимость перехода к облачным технологиям возникла в настоящее время не только, наверное, у нашего университета. Это один из ярких трендов развития IT-сферы, когда вендоры уже ориентируются не на конкретных потребителя программного обучения, а предоставляют доступ к своим разработкам по подписке. Такими технологиями активно используется и Microsoft. Вот, кстати, одна из их программ, Office 365, как раз для этого предназначена. Особенно актуальна эта облачная технология для университетов, которые занимаются IT-сферой. Естественно, что содержать тот объем компьютерных классов и то программное обеспечение не каждый в университете в состоянии и каждый раз конфигурировать заново, тоже это не позволяет те учебные классы, которые имеют многопрофильное назначение. В связи с этим и как раз вот эта облачная технология и позволяет нам развязать вот эту проблему и позволить использовать целый спектр программных продуктов. Сейчас вопрос вообще стоит о том, чтобы в университете уже практически завершено создание Центра обработки данных, который позволит подключить все лаборатории университета к этому облаку. Тем самым отпадет проблема содержания программных продуктов на кафедрах. Это все будет в облаке и по технологии тонкого клиента все студенты будут иметь доступ к этому облаку и к тому программным продуктам, лицензированным, которые будут находиться в этом облаке. Что это позволяет? Это позволяет объединить две процедуры, а именно централизованное тестирование и формирование заявлений и конкурсного набора в ВУЗы в один процесс и проводить его можно будет либо по двум технологиям. Это после сдачи, первый вариант, когда после сдачи ЦТ абитуриент собирает свои результаты и подает в ВУЗы, либо второй вариант, когда во время подачи на ЦТ студент заявляет, прямо абитуриент заявляет эти специальности, специальности различных ВУЗов и участвует в конкурсе. В настоящее время эта система может быть использована в автономном режиме, она используется. Вот здесь те ВУЗы, которые используют эту систему, это Академия Экологического университета имени Сахарова, это Педагогического университета имени Танка и сейчас ведутся переговоры с экономическим университетом. Значит, сетевой вариант использования этой системы предполагает большие организационные мероприятия в рамках республики, поэтому, естественно, он сразу взять на вооружение не может и мы предлагаем промежуточный, так называемый корпоративный вариант использования системы. Когда несколько ВУЗов объединяются для проведения общей приемной кампании, при этом часть специальности каждый ВУЗ делегирует к общему доступу, часть оставляет себе, и абитуриент, который участвует в этой кампании, конкретного ВУЗа, может указать специальности этого ВУЗа, куда он подойдет заявление, а также специальности, которые имеются в общем доступе. Спасибо.